Здравствуйте! Это не магазин взрослой одежды, не дамской, нет. А вам детская. Вам нужна детская, значит вы правильно. Детская, проходите. Не закрывайте дверь, она у нас автоматически. Здравствуйте, как вас зовут? Очень приятно. Меня зовут Дольче Вита. Да, у нас есть детские платья на девочку. Какой интересует вас? На какой рост? И какое платье, может быть, запишите? Давайте вначале какой рост, чтобы я понимала, потому что я вот сейчас сортировала новые поступления. 130-135, хорошо. Это где-то возраст 8-9 лет. 6? Такая высокая? Ну да, 8-9 в принципе. 130 рост, да? Высокая? Ясно, прекрасно. Но вы и сама высокая. Сколько ваш рост? Ага, ясно. Прекрасно. У меня как раз новые поступления платьев. Что, может быть, конкретно расскажете, интересует? По какому поводу платье? Праздник? Может, уже к Новому году готовитесь? И к Новому году тоже бы прикупили, да? Ну, почему бы нет? Начинаются мероприятия, да, в конце ноября уже. Ясно, наверное, в студию ходит ребенок. Аж, да, девочка. Как зовут? Красивое имя. Очень красивое имя. Да не за что. Мне нравится это имя. Так, значит, вы сказали, к новогодним можно что-то есть. Такое, что еще? Какой стиль предпочитаете? Ткань. Хотите довериться моему вкусу? Ну, вернее, не то, что довериться. А, вы слышали? Ну-ка, ну-ка, поподробнее с этого места, пожалуйста. Мне интересно все явки и пароли, кто сдал. Просто я вас вижу впервые. Так, 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 так. Я припо... Я... Нет, я ее знаю. Она часто приходит в наш магазин. Это наша постоянная клиентка, да. Она покупает обувь, аксессуары, сумки очень любит. Недавно ебку приобрела и, по-моему, даже брюки. Я ее очень хорошо знаю. А вы ее подруга. Ясно. Да, потому что детская одежда у нас только вот последние где-то года полтора. И то мы ее возим, ну, скажем, не пере... Скажем так, мы ее возим. Ну, женский ассортимент у нас, конечно, намного больше. Вернее, детской обуви у нас не так много, наверное. А детской одежды ему достаточно. Но коллекция поменьше и их очень быстро разбирают. Вам повезло, потому что сейчас я именно на рост вашей девочки перебирала новые модельки. Поэтому, как вы просите, раз ваша подруга доверяет мою вкусу, я покажу вам то, что предложу. Так. И вы определитесь. Конечно. Ну, раз вы подруга нашей постоянной клиентки, то вы знаете, 15% скидка на новую коллекцию вам уже обеспечена. И не надо благодарить. Не надо. Это, как говорится, просто практика нашего бутика, нашего салона. Если клиент постоянный, и мы плюшки. Я встречаю не только по одежке, но и по уму. Мне понравилось, как вы вошли, вы расположили. Надеюсь, я вас тоже расположила. Поэтому, ну что, давайте. Первое платье, которое я вам покажу. Это вот такой чудесный сарафан платья с розами. Рост двух тонов, вы видите, розовая и красная. Платье идет в боковинки. Бока красные, полоска, окантовочки. Так. Здесь такая, это не шахматка, ну, назовем это ее черно-белая шахматка, хотя это не совсем шахматка. Платье с вот таким органз, из органзы даже не только двухфазный подъемник. Органза и атлас. За счет этого платье очень такое, знаете, не пышное, не пышное, но летящее, воздушное. Так, вот. Подъемник. И сама ткань плотная, с эластаном немножко. Воздушное. Смотрите, какой красивый. Вы сможете надеть сюда блузку тонкую, шифон для девочки. У нас тоже есть очень красивые блузки. Ну, может, не все сегодня. Давайте с платьем. Гольфик черный, гольфик белый, гольфик красный, розовый. Все, что в вашей душе угодно. Даже черный, хотя, например, я не очень люблю черный цвет на детях. К лицу, так же, как и у себя. Если только это не черный, с люриксовой нитью, с какими-то камешками, стразами. Ну, вот как-то я больше люблю яркие тона. Вот даже вы сейчас наблюдаете мое платье. Видите? Оно все в пайетках. Здесь это красное сердце. Да. Видите, как оно? Здесь серки. Ну, серки я потом покажу. Ежевички, вы правильно заметили. Вот, смотрите. Вот такое первое платье с подъюбничком. И на какое-то мероприятие запросто. И в течение дня, правда? Если что-то белое легкое надеть, с пышным рукавчиком, или просто белое, это можно обыграть как вариант цирк, театр, куда вы ходите, да, на мероприятие. Если что-то поспокойнее, в течение дня даже можно, правда? Вот такое первое платье. Второе платье более простое. Ну, я его просто омажаю. Это вот мой вкус. Я выбирала в каталоге его. И поэтому взяли. Взяли и раздумывали. Это вот такое платье. Цвет морской волны. Но я сейчас вам ближе покажу. Не просто морской волны. Снизу вот такой. Таких несколько валанчиков. На руках тоже. А с люрексом. Сейчас я вам покажу баблю ее. И с вот таким украшением. Видите, какая красивая аппликация. Тут такие из маленьких, маленьких-прималеньких, по-моему. Нет, это все-таки нить такая. Из такой красивой нити. Золотой сделаны лепесточки. И лепесточки, ну, веточки. И дальше идет вот такой цветочек. Ткань и пластиковые лепесточки тоже с бусинками внутри. Как я вам говорила. Смотрите, здесь оборочка. Здесь оборочка. И снизу идет тоже вот такой красивый-красивый. Прям такой достаточно насыщенный подол. Ну, и цвет. Мне очень нравится. Вы видите, здесь золотая ниточка. Так. Нравится? Оно простое. Вроде как туник. Но оно, ну, 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 вот. В простоте его шик. Очень мне нравится это платье. Тоже обыгрывается как в повседневной жизни, так и куда-то, когда вы идете с ребенка. И внутри очень мягкий хлопок. Плотный мягкий хлопок. Вот. А у девочки ваши какие глаза? Здесь красиво. И кари глазкам, потому что такой цвет. Вот смотрите, у меня кари глаза. Смотрите, как так сразу свяжело. И, конечно, голубоглазкам голубые глаза подчеркнутся. И зеленоглазкам, потому что зеленые глаза станут еще глубже. И сероглазкам. В общем, такой цвет. И из-за того, что здесь люрекс просто будет любой девчонке красиво. Из этих двух какой больше? Вот вам ближе. Ну да, они как будто вот, они разные. Второй более спокойно. Конечно, он более спокойно, но оно более взрослое, наверное, да? Если то вот именно девочка-девочка, розы, красная, юбочка, хотя она не очень пышная, то второе, оно такое фэшн, такое спокойное. Но опять же, у всех мам, все видят мам своих девочек. Опять же, я считаю, что не может, нельзя ограничиваться вот только вот чем-то таким вот в одном стиле. Надо уметь собирать разные образы. Нельзя всегда, не очень, скажем так, приветствую я, всегда одевать девочку во все барбишное, розовое. В то время как, как я уже сказала, мне не нравится, например, одевать свою дочь во все черное. Вот знаете, бывают такие луки составляются. Редко, но бывают. Когда идет черная лака обувь, черные колготы, ну, хорошо, если еще там, допустим, с люрексом, там, черный пиджак, черное платье, вот, ну, как-то вот эти девочки делают уже маленькую леди, да, забывая, что это ребенок. Правда? Ну, это мое сугубо личное мнение, кстати. Побелитесь, как вы считаете. Так, вы говорили насчет Нового года. Ну, Новый год без пайеток, какой это Новый год? И поэтому вот такое красивое, все из пайеток. Платья. Пайетки мягкие, не кусаются, просто заглядели. В таком цвете, знаете, это такой, это не красный, это бордо, но с каким-то таким оттенком. Знаете, это бархат, поэтому, да, это не ткань, вот, допустим, полиэстер просто, это бархат. Бархат, расшитый пайеткой. Вот, представляете, я никогда не видела, что это бархат. Вот, получили мы это платье, а я даже не всматривалась. Поэтому так интересно играют пайетки. Посмотрите, какие пайетки мягкие. Видите, на бархате, на бархате эти пайетки. Мягкие, потрогайте. Достаточно это платье, красивая прическа, колодочки, туфельки и Новый год обеспечен. Мне очень нравится. Тоже такое, знаете, ну, ну что говорить с пайетки. И повторюсь, очень хорошего качества пайетки. Мягкие, не кусают. Я сама не люблю ткани, которые кусают. Меня это раздражает. Я в детстве, когда еще училась, была школьная форма. И мама мне, бабушка, наверное, даже шила блузку под школьную форму, которая кусалась из, сейчас скажу, ну, из шелка. Или это был сатин, да, по-моему, ткань. Так называется, тонюсенькая такая. То есть это хлопок, но очень тоненький. Вот, и прямо аж с горлышком таким, ну, невысоким, чтобы вот... Манжетики, кстати, у меня сегодня такой стиль, да, такой вот. Мне муж сказал, ты как школьница. Хотя же в красном школьнице не ходили, правда. Я к тому, чтобы блузка была вот досюда, до оборотничка. И не кусала меня за ткань. Так вот эти пайетки очень классные. Мягкие, не кусаются, вообще не кусаются. Так, кто Animal Print любит, ваша девочка, вам нравится? Я обожаю. Я для своей дочкой всегда обязательно Animal должно быть. Давайте два платья Animal в пятнашке. И потом еще одно платье за такое простое, лаконичное, если захотите. Так, теплое платье. Вот такого плана, машинная вязка. Леопард, да, это у нас пятнашки. Жираф. Так, с красивой кантовочкой. Фокси сразу освежает. Все здесь идет по фигуре, а здесь такая пышная, как юбочка. И снизу, что мне нравится, это вот такой черный подол с двумя белыми полосками. Очень красивое платье. Очень такое стильное. Опять же, можно его рассматривать как. Куда-то идете с ребенком, можно его рассматривать дневным вариантом. Оно теплое. Сейчас вот начинается похолодание. Да, октябрь был шикарный месяц, правда? 25 градусов. 18-25. И вот начнется похолодание. Платьица. Наверх пальто, пуховичок, чтобы носите. Тоже нужно что-то из верхней одежды. Одежды. Придете. Еще пока не все завезли, но будет. Подберем. Подберем. Конечно, приходите. Карту сделаем вам тогда. И вот это платье. Я сама люблю умопринт. Некоторые вещи у меня есть. Я считаю, что нужно очень важно качество ткани. Очень важно. Так, второй animal print, который я вам покажу, более легкий вариант. Это вот можно наверх надеть, если там свитер не уместен. То смотрите, вот это. Здесь уже уместно. Здесь маленькие. Здесь, во-первых, смотрите, спереди. Это, кстати, вискоска. Очень мягкая ткань. Здесь розовый, белый и черный цвет присутствуют. Здесь как бы animal print. Но если там такой конкретный, то здесь такой завуалированный. И красиво, что здесь валанчик. Очень так, по-девиче. Очень мягкая, очень мягкая ткань. Подождите. Я думаю, это вискос. Давайте посмотрим. Маленький подъемничек. Тут такой. Сейчас я хочу посмотреть состав. Но, может быть, мы с вами здесь не найдем этикетку. Вот. Не вижу. Не вижу я этикеточки. Не вижу. Почему? Странно. Очень мягкая. Ну, вискоска. Не стало интересно. Не стало интересно. Наверное, было на просто этикетке. Потому что ни на подъемничке, ни на платье я не нахожу. Но настолько мягкая, что это хлопком. Хотя, вы знаете, может быть, это и хлопок. Может быть, и хлопок. Но, судя по тому, что оно такое воздушное, я вискоза. Думаю, это вискоза. Наверное, вискоза. Сюда нужно какой-то свитер надеть, жилеточку красивую, да? Какой-то пиджачок, если на выход. Жакетик. Так. И последняя платьица, которую я вам покажу. Которую тоже классно обыгрывать вот в этой осенне-зимней порой. Это с такой пуговкой. Пуговка очень красивая. Жемчуг. Вот такое синее платьице, вроде такое простое, с таким элементом декора, бантиком, с бусинками и стразиками. Рукавчик коротенький. Зато вы можете надевать любой гольфик. Черный, белый. Конечно, красиво будет белый. Либо синий продолжение, серый. Снизу опять по подолу идет вот такой декор. Декор. Мягкая. Немножко эластана. По-моему, зимой это замечательное платьице. Простое, лаконичное, но обыгрываете. Я люблю такие вещи на детях. Я не люблю, знаете, вот эти вот... Я не беру в свой магазин что-то такое ярко-барбишное, что-то такое синтетического. Я считаю, что детям нужна натуральная ткань. Правда? Вот. Они все разные, вы правы. Здесь более наконечное платье. Эти такие более на два фэшн платья, да? Но все универсальные. При желании сюда мы можем это платье выиграть не как Новый год, надев опять же любой гольфик. И жакет наверх, или и свитер, ну как угодно. Так. Эта платьица тоже идет универсальная, яркая, не скучная, цвет интересный, необычный, не избитый и ткань интересная. Правда? Ну и это такое девчачье розы, но опять же не единый красный цвет, на котором наляпаны розы. Красивый дизайн, согласитесь. Вот эта шахматка, бока, как сказать, выточки по бокам красные. Цвета в двух, цвета, имею ввиду розы, цветы в двух разных тонах. Очень красивая сзади здесь замочка. И за счет подъемника пушистого, она такая, такое платьица воздушная, летящая, струящая. Так. На чем вы остановились? Что больше всего приглянулось? Хотите это взять? Это, я считаю, будет очень замечательный вариант. И ребенку понравится. Мало, когда девочке не нравятся цветы. Берете. Прекрасно. Вы знаете, что если вдруг не подходят, меняем размер. Но я уверена, подойдет, потому что здесь идет 125, 130, нет, 128, 132. Да. Так, что еще? Леопардовый принт между вот этими двумя. Ну, если вы возьмете три платья, вам будет 20% скидка. Два платья, 15. Пока два решите. Ну, какое? Леопард? Вот это понравилось. Ну, знаете, я бы тоже выбрала это. Ну, очень мне оно нравится. Хорошо. Все-таки два, да? Если вы приходите к нам в магазин за верхние одежды в следующий раз, то я вам платье еще одно сделаю 40% скидки. Я вам обещаю, как хозяйка магазина. Договорились? Проходите, пожалуйста, на кассу. Оплата наличными, карты. Хорошо, наличными. Мариночка, оформи клиентку нового магазина и запиши на нее в следующий раз. Ты слышал, да? Скидка 50, 40 при покупке верхней одежды. Я была очень рада познакомиться с вами. Передавайте привет нашей клиентке, вашей подруге. Как, кстати, ее зовут? А, да-да-да-да-да, вспомнила. Жду вас снова. Хорошего вам вечера. Пойдемте, я провожу вас. Провожу вас. Пойдемте.